всем привет египет хургада сахал хашиш сегодня как вы уже поняли у нас будет видео уже ставшие традиционным ежемесячным рассказываю вам про плюсы и минусы конкретного месяца который наступает и вернее уже наступил блин солнце в глаза светит очки забыл ребята так что буду морщиться не обижайтесь не обессудьте как говорится сегодня у нас мы обсуждаем месяц октябрь октябрь 23 года я расскажу вам свое мнение про этот месяц какие есть плюсы какие есть минусы про этот месяц разобьем естественно как обычно на несколько тем и в дальнейшем я расскажу по каждой теме более подробно ну что погнали и традиционно в этом видео меня будет здесь мало зато будет много моря и пляжа мы с вами прогуляемся в данный момент пока я буду рассказывать информацию про октябрь месяц двадцать третьего года по пляжу двух отелей кстати по просьбе наших подписчиков из чехии привет вам ребята вы я помню вашу просьбу это пляж отеля пирамиса сахлых ашиш 5 египетских звезд и дальше отель в премиум если не ошибаюсь так правильно называется в премиум тоже 5 египетских звезд вы скажете раньше не было за пирамиса никаких отелей да ребята в этом году весной пирамиса отпочковалась разделилась я не знаю там клонировалась и часть отеля пирамиса стала новым отелем более премиальным более дорогим с названием в премиум вот так так что сейчас мы прогуляемся посмотрим чем отличаются пляжи посмотрим заходы и кстати там еще к людей очень много хотя уже вечер странно уже начало седьмого посмотрите сколько людей еще купается ну согласен что в данный момент очень классная температура моря и солнце мягенькая ладно спускаемся вниз и погнали информацию про октябрь только что вступление мы писали вот к сверху на марине на мосту я обошел и начинаю как вам и обещал начинаю видео с пляжа пирамиса первое это пирамиса вон справа затопленный город думаю многие отдыхали здесь бы находились пирамисе знаете что это за отель так первое что хотелось бы обсудить эта погода в октябре в октябре месяце сразу хочу сказать что это еще не оксомытовый сезон не не бархатный сезон потому что я считаю что бархатный сезон это я так мой по моему мнению субъективному это ноябрь месяц потому что в ноябре уже ну днем тепло ночью прохладно то сейчас в октябре температура днем будет меньше тридцати градусов она в принципе не бывает днем ну может какое-то исключение редко я не знаю такого я в прошлом году не наблюдал в этом тоже я смотрел на месяц погоду меньше тридцатки не будет и будет доходить местами иногда до 35 градусов то есть я считаю что это по сути дела по факту будет пятый месяц лет ребята единственно что этот месяц будет более лайтовый не такой назойливый от жары и солнца как июнь июля август и тот же сентябрь потому что я видео про сентябрь погода египет в сентябре назвал в четвертый месяц лета для меня это реально четвертый месяц лет октябрь для меня с валя это пятый месяц лета есть на что он хочу повторить уже немножко мягче легче и кто не любит такой ну агрессивной жары как летом то вам наверно в октябре очень сильно понравится вот напомню еще раз это не бархатный сезон бархатный сезон это в ноябре так вы дневную температуру сказал ночью уже можно будет насладиться прохладой и ведь и вечером сразу хочу сказать что в октябре не надо иметь на вечер кофточки потому что температура внук минимальная температура ночью там в 45 утра как обычно меряют она не будет падать ниже 20 градусов это это жиру это минимальная минимальная она будет от 20 где-то примерно до 23 то есть очень комфортно и из плюсов я считаю это то что теперь если летом вы круглый день ну допустим с пришли в номер там или квартиру обязательно нужно включать кондиционер потому что нереально находиться в квартире или в номере без кондиционера то сейчас днем кондер надо будет включать но на ночь кондиционер уже можно не включать можно открыть окно или балкон у кого там что есть или то и другое как вы кто посчитает нужным и спокойно спать и не будет вам жарко в любом случае но смотрите сразу хочу предупредить вам могут ночью залезть гости гости здесь в принципе залазят одни это и кончики это такие маленькие полупрозрачные ящерицы они вроде бы безобидные ну я не знаю я я я читал что бывают случаи когда они кусают людей но честно сказать сам я ну не слышал чтоб тут кого-то кусал геккон кстати напишите вас не дай бог кусал геккон или нет еще потом с этим делать продолжаем наше видео напомню мы сейчас находимся на пляже пирамиста сахал хашиш 5 египетских звезд и плавно двигаемся в сторону пляжа в премиум тоже 5 египетских звезд но более премиальная и дорогой отель чем пирамиста вот так в данный момент выглядит пляж пирамисты кому интересно кто отдыхал здесь пишите как вам этот отель ну отель всем нравится почти а вот как вам пляж пляж и считается один из лучших даже не в сахал хашиш один из лучших вообще на как на курорте хургада видите сейчас дует ветерок и такие как бы не знаю как это называется легкие небольшие волны кстати насчет ветра в октябре ветер еще не мешает ветер в октябре теплый дует то есть он нормально днем сдувает жару все по погоде вопрос закрыли поехали как говорится дальше следующие давайте поговорим про отели про цену на отели про контингент который здесь люди находятся в отелях могу сказать одно что с октября месяца местных уже египтян становится ну будем так говорить они естественно есть естественно есть но в не таком большом количестве как допустим июль август и сентябрь когда у них именно сезон отпусков и сезон каникул у детей спросите для чипа иногда спрашивали в комментариях а почему египтяне там ну у себя где-то не отдыхают ребята египет довольно таки большая страна и внутренне довольно таки большим количеством населения и внутренний туризм их тоже очень и большой я согласен что есть отели которые в принципе не берут местных есть отели которые берут только местных но в большинство отелей принимают и местных туристов египтян и соответственно других стран тоже сам вот хочу сказать что цены в октябре на отели в принципе не меняются отели как стояли в сентябре в стопе так будут стоять стопе но я просто своих друзей турагентов с которыми мы здесь живем в одном доме смотрел цены на октябрь хочу сказать что недорогой уровень отелей то есть это тройки четверки да они попускаются в цене я так понимаю что в первую очередь местные туристы египтяне они посещают недорогие отели то есть массово недорогие отели типа там гавайи там royal лагун ну такого плана приблизительно такие в такой ценовой категории и вот эти отели они летом поднимаются в цене в данный момент они на октябрь они опускаются в цене конечно не до цены зимних не до зимних цен я имею ввиду январь февраль все равно что-то нечто между дорого и недорого то есть но хорошие отели пятерки хорошие четверки хорошие они в цене не падают потому что напомню осень это в первую очередь сезон туристов из европы сейчас здесь огромное количество огромное количество немцев будем так говорить со всех европейских стран здесь очень много людей вот соответственно для них там дорогие цены не такая большая проблема так по отеля мы тоже поговорили что местных туристов становится гораздо меньше европейцев гораздо больше пляж пирамиса вывесил уже красный флаг так по поводу аренда квартир это кого интересует там планирует на зимовку кто первый раз кто не знает кто не смотрел предыдущие видео соответственно когда здесь много местных туристов они арендуют много здесь квартир квартиры они арендуют как правило посуточно они приезжают вот эти дармены в хургаде которые они сдают квартиры круглый год помесячно и посуточно не сильно охотно но летом вот июля в сентябре эти три месяца они сдают более охотно и держат посуточно потому что если вместе с допустим квартира я образно говорю стоит допустим 100 долларов это самая такая недорогая то летом они эту квартиру будут сдавать допустим 10 долларов в сутки то есть сами понимаете что теоретически они могут сдать их в три раза квартиру дороже местным населению местным туристам чем зимой вот с октября месяца эти квартиры почти все освобождаются и дармены начинают сдавать их помесячно то есть ассортимент квартир как говорится к доступу гораздо больше из-за этого если есть желание приезжайте ищите дарменов дармены это человек который живет ну будем так ведь управляющий домом он живет в этом доме на первом этаже у него квартира он решает все вопросы что по аренде интернет короче поводах по всем по всем темам решает вот сейчас сейчас самое время как говорится искать эти квартиры потому что египтяне уезжают или уехали уже почти все и эти квартиры в больших количествах идут в аренду помесячно то есть можно спокойно договориться за более не менее адекватную цену про квартиры поговорили следующую тему которая хотел бы кстати ребята я вам хочу сказать вот мы вышли на территорию отеля в лакшери видите лежаки уже другие я думал как она отличаться будет видите лежаки другие грибки вроде бы такие же если не ошибаюсь ушел вход тоже самое идеальный кстати здесь зрители у нас отдыхали и говорили что вход идеальный в то сё мы когда бы свали были в пирамисе мы ходили естественно без кораллов сюда но они говорили что прямо где-то вот здесь вот видели ежей на мелкоте и сам прикол самое вроде бы так опасно это рыбу камень видели вот прямо такие вот видите вот темные вот эти вот участки это там камни или водоросли и прям возле берега видели рыбу камень а ну это довольно ядовитая рыба если на нее наступить ну ничем хорошим это не закончится я надеюсь не смертельно будет но тем не менее никому это не надо ребята будьте осторожны до красное море напомню уже раз я зацепил эту тему красное море сразу говорю я всегда это говорю что красное море она самое теплое самое соленое только не говорите мне что мертвое море соленей потому что мертвое море это считается озеро все-таки вот а красное море это все-таки море и она самое теплое считается но она одно из самых опасных помимо акул которые вы знаете за последние пару лет ну как-то уже довольно таки большое количество было случаев нападения на людей и трагических я имею до смертями заканчивалась и там руки откусывала вот то здесь помимо акул еще очень много разных опасностей типа там морские ежи ядовитые рыбы где-то кораллы говорят какие-то и ядовитые бывают их тоже лучше не трогать обнимеду голыми руками из-за этого будьте всегда осторожны особенно не знаю если вы там под большим бустом то лучше наверно воду вообще не лезть потому что сами понимаете чем это может закончиться так продолжаем гулять по пляжу в лакшери сейчас прилив полный давайте поговорим про фрукты фрукты сразу хочу сказать что в данный момент ну для нас валит такое некое межсезонье почему потому что сезон манго он бы как бы уже почти не заказ не закончился но уже заканчивается то есть могу еще можно купить еще можно купить в октябре по хорошей цене можно купить но уже такого ассортимента манго не будет как месяц или два назад когда был сам разгар маму в данный момент я еще видел кое-где меньше доллара продается но уже в цены потихонечку начинают на него расти так что если есть любители манго едьте ну вы еще успеете сейчас начался сезон хурмы хурма прикольно вкусная такая штучка не знаю мы небольшие любители тоже хурмы но естественно ее тоже едим кто-то говорил что сезон клубники с октября нет сезон клубники с октября не начинается реально он начинается с конца я так понимаю где-то ноября и он идет где-то по март вот так же здесь да довольно таки огромное количество будет всевозможных видов винограда ну как правило это три-четыре вида винограда цитрусовых довольно таки большое количество всяких ушел еще яблоки местные бананы местные ну фруктов достаточно количестве но как по мне сейчас такое яркое межсезонье потому что сезоны мы разбиваем знаете там допустим сезон клубники сезон арбузов сезон манго ну я не знаю тяжело назвать сезон хурмы наверно столько любителей хурмы нету сколько любителей манго допустим а мангу здесь реально вкусная так ну вот видите уже потихоньку и прошли пляж отеля в лакшери вот так он выглядит ребята а там закат так идемте дальше закаты конечно в сахле вообще просто крутые реально крутые крутые что поговорим про экскурсии на это будет последняя тема наша такая которая может интересовать многих людей сезон экскурсий с октября я считаю что начинается сезон экскурсии когда одинаково можно поехать на экскурсии в пустыне я имею до люксор это пирамиды всевозможные храмы вот так же как и морские то есть там не на экскурсиях в пустыне будет не так жарко естественно не так жарко как летом но все-таки более комфортного наверно будет ездить в ноябре когда еще прохладнее станет но уже в принципе в принципе можно будет ездить на и дальние экскурсии в пустыню и спокойно посещать экскурсии морские то есть это на яхте который на целый день вот который на на целый день на яхте тоже будет кайфово потому что вода теплая кстати я про температуру воды не сказал вода уже будет наверно больше 30 градусов она не будет в октябре в октябре мы не мерили но хочу сказать одно что она очень комфортно и вот когда заходишь то тело быстро очень привыкает очень комфортно и бассейны без подогрева еще не включают подогревы но хочу сказать что бассейны уже прохладнее почему-то чем море это в случае то есть я так думаю бассейны где-то 27 градусов море до 30 это октябрь месяц вдогонку экскурсии сразу отвечу на вопрос явно почти под каждым видео где я касаюсь экскурсии сразу спрашиваете где лучше взять экскурсию мы пользуемся фирмой империя туризма 24.com есть такой сайт если вас интересует все ссылки в описании могу сказать одно что наперед там платить ничего не надо ребята профессионалы ну таких никаких замечаний за ними мы не были наблюдали на этом буду заканчивать видео вроде бы обговорили с вами все интересные темы которые в основной интересует основную массу туристов или там кто собирается сюда ехать жить если не я не ответил не затронут эту тему пишите спрашивайте напомню что я свалить в данный момент проживаю в египте хургада сахал хашиш и могу всегда ответить на какой-либо вопрос интересующий вас по поводу хургады так что с вас лайк подписка обязательно пишите комментарий интересует какие ваши любимые месяца в египте в частности в хургаде потому что все таки хургада немного отличается от шарма и по цене на отеле и по погоде и в том числе по ветру с вами из египта из хургады сахал хашиш и и сахал хашиш были олег и валя и всем пока у меня, сахал хашиш и и сахал хашиш. Продолжение следует...